Шевчук суд оштрафовал на 50 тысяч рублей, но помните, что Шевчук сказал, что Родина – это не жопа президента. Суд возражает, говорит, нет, это жопа президента, и оштрафовали Шевчука на 50 тысяч рублей. Именно за это, за высказывание, что Родина – это не жопа президента. Офигеть, да? Вот, и интересно то, что на суде в Уфе сотрудница полиции затруднилась ответить, какие слова Шевчука дискредитировали вооруженные силы. Да, она затруднилась, но все равно суд присудил ему 50 тысяч. Очень, конечно, это весело. Кремль запретил СМИ писать о росте цен, курсе рубля, давать оценки высказываниям Путина. Видите, как здорово. То есть, это говорит о чем? О том, что в России все хорошо, если включается цензура, значит, все уже все плохо. Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти мировой практикой. Ну да, где-нибудь в Африке, может, и разбирает такая мировая практика. Прокомментировал сообщение, что второго пилота пассажирских и грузовых самолетов в России могут заменить на виртуальном, чтобы снизить стоимость полетов. Ну, во-первых, не чтобы снизить стоимость полетов. Это какую-то хрень, говорят, да? То есть, в конечном итоге скоро везде будет один только пилот, который просто наблюдает. Поскольку все будет работать в автоматическом режиме, не будет ни первого, ни второго пилота, будет автоматизированная система и наблюдатель какой-то, да? Ну, он же летчик, который сможет отключить систему и вручную там посадить самолет или сделать какие-то другие вещи, там, уйти на второй круг, там, в механическом режиме, отключив автоматику и так далее. А не об этом речь, не о том, что стоимость должна сократиться. Ну, вы представляете, вот когда робот будет пилотировать самолеты, самолетом пилотирование осуществлять, кто это будет? Робот-собака с Алиэкспресс у Мантурова? Да, у них будет все совсем по-другому. У них будет сидеть один мужик, который реально будет летать, да, пока он там не умрет в воздухе. А второго пилота не будет, будет числиться в виртуальный, вот такой робот-собака, который на самом деле никакой системы не будет, да, потому что все украдут, если мы позволим это сделать, позволим им оставаться у власти. Росавиация продлил запрет на полеты в 11 аэропорт Фьюга до 23 августа, то есть нельзя летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Листа. О, как здорово, как все улучшилось-то, все по плану идет, Путин говорит, по плану спецоперации. Надо ждать, когда дальше, в какие города нельзя будет летать, когда уже дойдет очередь до Москвы. Я думаю, что народ некоторое время, все-таки через некоторое время поймет, что, наверное, не все идет по плану. Турция подключится к совместному производству российско-иранских автомобилей. Очень смешно, да, представляете, в России автомобили будут теперь производить турки с иранцами. Ну, пишут, что Иран один из крупнейших автопроизводителей планеты, каждый год выпускает от одного до полутора миллионов машин. Знаете, я вот сколько живу на Земле, я ни разу иранскую машину не видел. Даже вот сейчас просто залезу, посмотрю, извиняюсь, извиняюсь. Вот, когда я бываю иногда в Париже, там где-то, да, меня подвозят какие-то иранские очень часто таксисты. Ну, вы знаете, ни один из них не был на иранском автомобиле. Ну, в общем-то, это какие-то эти, Nexia, да? Nexia, я вот сейчас открыл и вижу, что все они, я не знаю, сколько их производят, но все они очень похожи на Nexia. И вот тут в Иране названа цена, какая-то сейчас, на автомобиле Peugeot иранского производства. О, как есть Peugeot иранского производства, значит, я, может быть, ошибался, и иранский водитель подвозил меня на Peugeot, но только это автомобиль был иранского производства. А как же санкции? Странная ситуация. Посмотрим, конечно, во что это выльется, но это смешно, производить автомашины с Ираном и Турцией вместе, да, с такими суперавтомобильными державами. Вот еще одна суперавтомобильная держава. Узбекистан обогнал Россию в производстве автомобилей, да? В течение трех месяцев этого года, с апреля по июнь, в Узбекистане было произведено больше легковых автомобилей, чем в России. Прикольно. Узбекистан – великая автомобильная держава. Ну, а почему нет? У иранской машины, эмблемы, видите, коня. На догазификацию, так называется, догазификация. В Саратовской области выделили больше одного миллиарда рублей. Ну, поделят они, понятно. Но, в любом случае, представьте, Саратская область – это первая область, откуда газопровод пошел в России и в Советском Союзе. Из Саратова в Москву в 43-м году. То есть, война шла, а начали делать газопровод. А сам Саратов не газифицирован. Поселок Юриш, вот сколько я жил в Саратове, он всегда был без газа. А это достаточно близко к центру находящийся поселок. То есть, он находится в самом начале заводского района. А заводской район огромный, да? То есть, это очень-очень близко к центру, к центральному Октябрьскому району. Он находится очень близко, там, на машине ехать 4 минуты, да? Ну, 5. Не, ну, 4, да? Вот, Юриш не газифицирован никогда был. Поэтому это удивляло всегда. Они рассказывают о том, сколько газа они на Запад продают и не газифицируют Россию. Сейчас 30% России жилья не газифицировано. Больше 30, 33 где-то. Мэр Саянска пришел на день города в костюме царя. Надо еще сказать, этого мэра, конечно, это вообще уникальная личность. Вот он, этот мэр Саянска. То есть, его легче перепрыгнуть, чем обойти вот этого мэра Саянска. Он оделся как царь Салтан и пошел, я не знаю, какой-то уход такой, обход своего города делать. Это вот холопы идут вокруг, а он такой царь Салтан. Прикольно. Чего у людей в башке? Я не представляю. Ну, понятно, что у него и головы, похоже, нет у этого мэра. Но люди должны понимать, кто в управлении в Путинском находится. Начиная от пэров, херов и кончая путинской администрацией и самим Путином. Это вот такие же дегенераты. И вот тут мне написали, сейчас я даже скопировал, когда включал, я прочитал, что Андрей написал, дело не в Путине, а в русском менталитете. Вы заменили себя хозяевами земли, и это было всегда. Не уважали другие нации, теперь держите то, что заслуживаете, будете изгоем во всем мире на многие десятилетия. Андрюш, вы очень смешной. Не уважение к другим нациям, это вообще присуще национализму везде, во всех странах мира. Будь то китайский национализм, турецкий, итальянский фашизм, или немецкий национал-социализм. Так что вы как-то немножко не по теме. То есть, дело не в Путине. Если бы не было Путина, это национальная гордость великороссов, она как-нибудь отразилась бы на других? Может, война бы началась? Может, еще что-нибудь там случилось такое нехорошее? Ну, нет, наверное. Тогда, значит, делал Путин. Вячеслав, они же уже прожили шикарную жизнь. Я так чувствую, что они избегут наказания. Как они избегут наказания? Умрут? Может быть. Но, вы знаете, это не избежать наказания, умереть. Я не уверен насчет наказания за гробом. Очень не уверен. Но есть же вещи, которые людям дороги. Они пусть не узнают об этом никогда, но, наверное, им бы было больно, если бы они узнали, как их накажут после их смерти. Ну, как их наказания за гробом. Да-да-да. Сначала проверяем. Вместе с этим, как их наказали. Вместе с этим, как их находилось. хранит, давайте проверяем. Продолжение следует...